здравствуйте уважаемые садоводы приветствую вас на канале про цветок я светлана сотникова ландшафтный дизайнер и растение вот сегодня мы с вами поговорим о еще одном очень интересном хвойном вечно зеленом растении о можжевельнике и вашему вниманию я хочу представить можжевельник скальный можжевельник скальный вы можете видеть за моей спиной это вертикально растущие растения это можжевельник дерева вы знаете что есть можжевельники кустарники стелящиеся растения скальник так называют его растет вверх имеет голубую достаточно яркую хвою может высаживаться в качестве живой изгороди может высаживаться в одиночных или групповых посадках в любом случае это растение которое украсит ваш участок и придаст именно зимнему пейзажу какой-то яркий цвет серый серо-голубой сизый зависимости от сорта можжевельника скального который вы выберете за моей спиной можжевельник скальный сорта skyrocket небесная ракета он достаточно объемный он больше метров ширину и расти будет до 8 метров и выше есть очень похожий сорт сорт blue arrow наверное то что я сейчас назвала это самая популярная у нас сорта можжевельника скального blue arrow голубая стрела он точно такой же но уже намного уже фактически до 40 50 сантиметров толщина взрослого растения я вам могу сейчас показать саженец можжевельника сорта blue arrow и посмотрите какой он маленький и тоненький по мере увеличения роста в толщину он увеличиваться будет не сильно почему именно на этом растении хочу сакцентировать ваше внимание можжевельник скальный уже даже судя по названию растение очень очень выносливая и это растение будет расти там где никакое другое не справиться на самых бедных почвах на каменистых почвах на песчаных почвах вот когда мы говорим скалы вы что-то себе представляете да скалы вот в скалах это растение способно расти то есть это много солнца много ветра мало воды ужасные погодные условия и это растение выдерживает такие условия как это можно применить к частному дому коттеджу к вашей усадьбе если вы к примеру оставили очень маленький зазор между плитками вот у вас отмостка из плитки потом небольшой промежуток территория для посадки и потом пошла дорожка из плитки или что-то еще или подпорная стенка или что-то опять снова каменная снова нагревающиеся летом на солнце и очень сильно остывающие зимой и мало-мало земли практически большинство растений таких условиях будет мучиться если они будут зажаты со всех сторон в наших каменных джунглях но можжевельник скальный такую посадку выдержит поэтому там где не может расти никакое другое растение я обычно рекомендую использовать это живая изгородь из можжевельника скального будет иметь серебристо-голубой цвет можжевельник скальный в посадке групповой именно как растение высокая он тоже очень хорош потому что с точки зрения ландшафтного дизайна нужно заметить что то что светлее оно воспринимается нами как более легкое и оно должно должно находиться в верхней части композиции у него светлая крона соответственно легкая соответственно это растение для композиции правильное что-то более темное будет расти внизу а можжевельник скальный будет верхней точкой нашей композиции замечу что кроме этих известных сортов skyrocket и blue arrow есть еще другие сорта скального можжевельника и они тоже вертикальные но они могут иметь другую форму к примеру сорт мунглоу он широкий и даже на маленьком саженце видно что этот можжевельник он не узкая колонка он пирамида уже начинает формироваться крона и вы видите что она практически такая же в ширину как и в высоту хотя по цвету у него тоже светло-голубая хвоя голубые молодые приросты взрослые прошлогодние веточки естественно они зелененькие это в общем то это видно где посадить я уже сказала везде где угодно это растение сможет расти оно может выдержать любые условия для своего произрастания как ухаживать ну конечно не забывайте поливать ну конечно если вы покормите растение и органическими веществами и минеральными удобрениями и микроэлементами естественно оно будет расти лучше но даже если вы этого не сделаете то в принципе можжевельник скальный это то растение которое справится стрижку можжевельники не очень любят скажем прямо поэтому лучше конечно исходить из того что можжевельнику вы будете делать только санитарную обрезку если где-то какие-то веточки засохли вы сможете их обрезать или когда они полностью высохнут просто отряхнуть какой-то другой специальной стрижки или формирования но если вы только не занимаетесь искусством бонса и неваки тогда лучше наверное мы не делать пусть растет и принимает свою естественную форму тем более что естественная форма у него очень красивая сейчас я уже слышу голоса оппонентов что можжевельник в саду высаживать не надо можжевельник в саду не не должен расти я даже знаю почему вы это говорите потому что есть такая болезнь для плодового сада в частности для груш не очень хорошая которая называется ржавчина и теоретически считается что можжевельник переносит эту болезнь действительно он ее переносит он является промежуточным хозяином и мог бы заразить груши но из практики вот на скальных можжевельниках мне никогда не доводилось видеть ржавчину в отличие от лесного можжевельника можжевельника обыкновенного или в отличие от очень популярного можжевельника казацкого на котором наверно в 90 процентах случаев я эту ржавчину найду на можжевельнике скальном у меня их достаточно много на участке мне эту болезнь видеть не приходилось никогда и не все хвойные плохи в саду и не все хвойные всем плодовым а именно некоторые виды можжевельника могут представлять опасность как переносчики болезни для некоторых видов плодовых деревьев в частности для груши но это совсем не значит что если у вас есть груши то вам не нужен можжевельник потому что болезнь ржавчина это грибковое заболевание переносится спорами и 5 километров 50 километров для него не расстояние и даже если ваш личный можжевельник прямо под вашей личной грушей сидящий вдруг заболеет вы можете просто-напросто обрезать с него заболевшие веточки и таким образом его излечить оздоровить и совершенно это не означает что споры с него попадут именно на вашу грушу они улетят куда-то дальше а к вам прилетят споры с лесного можжевельника из соседнего леса поэтому просто ухаживайте за растениями ухаживайте за грушами убирайте листочки с ржавчиной срывайте их с дерева банально ничего другого делать не нужно можно даже обойтись без обработки расскажу об этом как-нибудь другой раз обязательно но ваш можжевельник вашей груши никаким другим образом не повредит а скальный можжевельник еще и украсит ваш участок что делать если сам скальный можжевельник чем-то заболеет например если на можжевельнике вдруг некоторые веточки высохнут и пожелтеют если это произойдет внутри кроны где-то в глубине покажу на маленьком саженце вот где-то в глубине кроны самые нижние веточки внутренние сохнут это норма то есть это хвоинки которые закончили свое существование они прожили своих два три четыре года и засохли молодые хвоинки выросли старые засохли так бывает это норма если же по какой-то причине происходит засыхание верхних веточек в кроне на видимой части то как правило все такие то как правило все такие некрозы то есть явление отмирания они имеют грибковую природу и поэтому целесообразно обрезать эти засохшие веточки и обработать можжевельник любым препаратам от грибка во всем остальном это растение очень надежная очень выносливая и вы будете рады когда она вырастет приобретет свою здоровую красивую форму и станет настоящим украшением вашего сада благодарю за внимание а